всем щербе дорогие друзья сегодня у нас стволы стволы давненько не было у нас флоберов пистолетиков разной пневматики знаете почему да потому что я когда-то уже говорил не знаю вот все что хотел когда-то сказать сказал знаете как зажигалками zip они все одинаковые по сути внутри просто разная обертка так и здесь принцип работы одинаковый нету такого прямо знаете разнообразие как среди ножей у нас в украине этих флоберов флоберов это будет будете потом писать в комментариях что я не шарик француз флобер да мне что удобнее говорить флобер сути не меняет нету такого разнообразия есть турки есть две украинские фирмы это сброя профи и latex safari вот как бы и собственно все заниматься димедролингом досыпать пороха туда проверять на хронометре какой порох лучше выстрелил то ли порох там с патронов ака то ли это серо от спичек или охотничий какой-то порох такие видео на ютюбе есть и мне честно сказать не очень хочется этим заниматься почему потому что я в жизни это никогда не буду применять не вижу я резона ходить по улице с заряженным флобером да еще и с усиленными патронами если возможно я жил где-то в частном секторе в каком-нибудь и ко мне лазили наркоманы через забор то это возможно имело бы место быть но к счастью у меня такого такой проблемы нет газовый баллончик гораздо меньше гораздо удобнее да и в тюрьму потом за него не сядешь если в кому-то в рожу пшикнешь не прострелишь колено или упаси боже какую-нибудь там легкая или желудок статистика вещь упрямая и каждый год я может ошибаюсь но слышал такую цифру что там около 10 тысяч человек во всем мире ежегодно застреливают из револьверов или пистолета под патрон флобера ну это такое отступление почему нет часто видео про вот эти вещи хотя самые топовые видосы на моем канале ли флобер против пневматики да вот эти все там выбор флобера и так далее но до сих пор у меня самые прибыльные видео на которых самое большее количество просмотров и возможно люди и подписываются на мой канал ради этого потом смотрят а здесь часы а здесь ножи его нафиг отписывается ребят ну не будет частых видосов но здесь назрела идейка у меня на что нужно обратить внимание при покупке флобера потому что люди часто спрашивают я работаю продавцом в магазине который торгует всем этим оборудованием да и я знаю какие люди задают вопросы часто задаваемые вопросы плюс вкратце так немножко чем отличается украина от турции два основных направления которые сейчас на рынке у нас присутствуют я не мастер какой-то который разбирает их по пружинкам знает что здесь там пружинка круга бога говоря стальная а тут к нибудь укороченная поэтому она ломается нет я человек который знает примерную статистику отказов возвратов и что сломалась и какие жалобы и на что нужно обратить внимание когда вы все-таки это покупаете поехали значит в целом украина продавалась чаще а турция реже следовательно по украине было чуть чуть больше возвратов чем по турции почему потому что одна и та же проблема у всех флоберов самое распространенное это когда застреют шарики в канале ствола то есть человек стреляет у него шарик застреет он этого не понимает с первого раза он вдогонку еще несколько раз стреляет тем самым создавая такой свинцовый пыжик в стволе из нескольких шариков понятное дело эта проблема я когда у меня был турецкий stalker самостоятельно поставил его вот так таким вот образом взял алюминиевую спицу и сверху промахнувшись несколько раз и ударив по стволу чем сделав такие сколы все-таки выбил этот пыжик с казенной части тот кто это не может тот ищет мастера почему забивается ствол ствол возможно вы думаете что у украины ствол нарезной у турков гладкоствольный может быть дело в этом что да не хватает силы заряда заряд там не очень богатырский через нарезы протокнут протолкнуть этот шарик свинцовый и он застреет но хочу сказать что гладкоствольных такое тоже случается хотя по моему случается реже в основном это происходит потому что люди плохо ухаживают за своим оружием они его откровенно говоря не чистят содержат как какой-то кусок говна где-то в бардачке валяется или под сиденьем человеку приносит говорит у меня застряли застряли пульки в стволе ну типа нужно что-то сделать я смотрю на этот флобер он в маслах в какой-то грязи в песке я говорю а вы его общее чистите они говорят а что надо ну и понятное дело почему так происходит чтобы этого не случилось вам нужно следить за вашим оружием чистить его после каждого сеанса стрельбы барабан чистится ушными палочками ствол чистится специальным ёршиком но это опять у нас получилось отступление значит ну у проблема на хотя повторюсь у турков гладкоствольных такие возвраты были реже на порядок реже ну и точность понятно у них меньше однако по гладкому каналу ствола шарики лучше проходят возможно это также зависит от качества самих боеприпасов если может быть этот свинцовый шарик как-то деформировался то возможно опять же это может произвести как вот такому вот застреванию шариков в стволе вторая проблема с которой сталкиваются многие пользователи эта проблема то что вот расстояние между барабаном и стволом она слишком большое и пороховые но в данном случае не пороховые в общем там бертолетовая соль газы они выходят вот здесь вот по бокам и приходят люди говорят вот мы стреляем там в блокнот он даже обложку не пробивает и возвращают его поэтому при покупке обязательно смотрите на расстояние между стволом и барабаном оно должно быть минимальным я не скажу сколько точно но чем меньше тем лучше тем следовательно меньше будет потери газов тем больше будет мощность далее но это понятно первое почему застревают шарики в стволе как нужно следить но это какой бы вы не купили неважно и гол там турецкий stalker трубер или вешмер бупер с украинцами понятно да второе особенно тоже у украинцев плавает качество но признаюсь честно турки хоть у них меньше остальных деталей в конструкции они собраны лучше вот культура производства у них выше они не так рукожопа собраны поэтому тут как бы палка о двух концах я сейчас не буду говорить о цельнометаллических флоберах которые там стоят по 300 долларов не вижу смысла в данном смысле в таком как бы в смысле флобера покупать цельнометаллический флобер почему потому что ну семь восемь тысяч гривен это уже сделать разрешение на гладкоствольное ружье помповое и ну там десятку вам выйдет сейфом ну примерно 10 тысяч гривен да ну пусть там 400 долларов плюс минус и опять же положить где-то в частном доме чтобы не носить его с собой по городу это будет более разумно так расстояние между стволом и барабаном да смотрите чтобы оно было минимальным повторюсь если вы покупаете флобер обратите также внимание на то вот вы его взводите и спуск должен быть ранним и легким вот вы нажимаете и он сразу но я не буду сейчас клацать да раз вот я нажал и тут же боек пошел движение на некоторых револьверах нужно приложить вот если вы его взвели приложить значительное усилие то есть спусковой крючок вы нажимаете 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 до самого конца ничего не происходит и потом с значительным усилием только происходит спуск это неправильно не должно такого быть так обращаем внимание из чего сделан барабан вот в данный момент хотя у турков меньше стальных деталей в основном у турков идет только стальной барабан у труппера даже барабан силуминовый а ударно-спусковая вот это вот вся группа типа спусковой крючок боек силуминовые у украинцев же идет стальной барабан и стальной спусковой крючок стальной боек здесь больше стали в конструкции это конечно лучше хотя если не досыпать пороха то даже вот в таком виде чисто со стальным барабаном у меня мой сталкер ну нормально отходил я его потом продал и потом еще человек им пользовался без проблем значит по поводу заведение спуска понятно по поводу барабана если на нем есть вот такие вот видите горизонтальный пропил и ниже этого пропила такая выемка это значит барабан стальной я не знаю почему но на силуминовых вот эта выемка отсутствует только пропил даже не имея в кармане магнита я когда-то снимал видео по этому поводу вы определите что это силуминовый барабан я не знаю почему так мне это сказал один человек тоже я об этом сам не знал говорит а ты знаешь что вот так вот так вот я начал проверять все револьверы которые стояли на витрине и ну так и есть на самом деле вот такие дела дамы и господа нужно понимать что все детали экстрактор все должно двигаться плавно все должно без каких-либо значительных усилий и так далее что же лучше турция или украина но ребят повторюсь у турков турки это хороший вариант он более дешевый если вы не собираетесь засыпать пороха не заниматься вот этой ерундой в принципе это как бы незаконно да если вас с такими скажем так обгрыд про апгрейдженными патрончиками полиция словит возьмет патрончики на экспертизу то ну с этим могут быть проблемы поэтому в стандартном варианте принципе и турки даже не под неплохие как вот и кол с остальным барабаном вот у меня stalker был да они не такие точные кучные потому что у них гладкие стволы но нужна ли вам эта точность на расстоянии 10-15 метров опять же вопрос в случае с украиной и здесь профи и есть латековский сафари вроде бы как могу ошибаться конечно раньше было одним предприятием которое потом разъединилась и собирается одних и тех же комплектующих но профи вылезано и собрано лучше чем сафари по крайней мере было раньше сейчас может сафари подтянули качество но раньше с профи было меньше проблем почему потому что сафари вот вы знаете вот берете в руки вот сейчас у меня нет примера да ну такой он весь какой-то вот как будто в ящике с инструментами лежал причем такие завода приезжали новые ну и разница здесь где-то там в тысячу гривен грубо говоря да хотя сафари и намного дороже чем этот силуминовый турок в общем но я бы посоветовал для стандартного турков если там димедролинг все дела то брать уже профи но это мое субъективное мнение дорогие друзья не забывайте поставить лайк написать свой вопрос в комментариях свой опыт использования каких-либо револьверов нажать на колокольчик ну всем счастливо увидимся пока